Сегодня 12-й таравих и 12-й джуз, иншааллах, будем читать. 12-й джуз начинается с 6-го аята сура Гуд, алейхиссалям, и заканчивается на 52-й аят сура Юсуф, алейхиссалям. Но наша сегодняшняя тема – это крутой парень или крутой человек. То есть матери, про жена, и вот осталось говорить про крутой парень или крутой человек. Когда мы говорим крутой парень или крутой человек, перед нашими глазами что появляется? Человек с кепкой, очки, такая одежда и опущенные штаны, рваный какой-то. Вот такое сейчас наше общество так принимает. Вот крутой парень, но вот этот крутой, если так посмотрим, что значит слово крутой. Или человек, вот крутой человек. То есть человек, который имеет некоторые качества, которые другие не имеют. То есть он какой-то отличается своими качествами от других. Вот это называется крутой. Но удивительно, почему так? Если вот так посмотреть, 5-10 лет тому назад, чтобы рваные штани одевать, это вообще было стидно. А сейчас специально идут, покупают, чтобы больше такой дырки было. Не знаю, по всей вот как... Ну дырки такой, я не знаю, как они покупают. Но есть, к сожалению, есть такие моды. И крутые люди одевают. Какой возраст люди тянутся туда? Люди, которые... Давайте будем сначала возраст распределить. У нас возраст делается на 5. Вот человек 5 этап переходит. До 12 лет это называется мальчики. Первый этап. А потом с 12 примерно до 18 лет это юноша. Парень, да, юноша. То есть юноша. А потом с 18 до 30 лет это идет парень. Вот крутой парень. А потом после этого уже начинается с 30 до 6 лет. 60 лет это как мужчина. После 60 уже получается старик. Бабай. Но вот качество, вот крутость, да, крутой. Особенно берут вот когда уже начинается вот после совершеннолетности. Да, после 12 лет до 17, потом до 30 лет вот это есть. Иногда смотришь, некоторые крутые люди, даже вот в телевизоре там интервью берут у одного. Почему ты не пьешь кола? Ты пьешь вот водку, а не пьешь кола. Он говорит, это не круто, говорит. Кола говорит, это не круто. А вот когда пьешь какой-нибудь такой, ну, дорогой или там сильный, значит ты крутой. Вот ты держишься. Но вот слово, то есть, крутой, это нормальное значение, то есть, качество, которое именно отличается от человека. Но в Коране, как Всевышний Аллах в Коране говорит, да, про крутой человек. То есть, Аллах возвышает по степени тех из вас, кто уверовали, и тех, кому даровано знание. То есть, крутость человек, когда своими знаниями, или своими иманом, или своими, там в другом аяте говорится, говорит Всевышний Аллах, что воистину те, которые уверовали и совершили праведные деяния, являются наилучшим из творей Аллаха. Смотрите, какой, то есть, крутость, какой крутой человек. И дальше Всевышний Аллах говорит, их воздаяние у их Господа будут сады, Эдема, да, то есть, будут сады в раю, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно Аллах, Аллах доволен ими. Вот самое такое интересное, да, Аллах будет доволен ими. И они довольны, и то же они будут, то, что Аллах им дал, будут довольны. Это уготовано для тех, кто боятся своего Господа. Но с точки зрения ислама, если посмотреть, круто тот человек, который, он держится на свой иман, он не поддается шайтану. Он не говорит, чтобы когда все пьют, я должен пить, чтобы был крутой. Нет, он себя найдет, что когда он не пьет, он является крутой. Когда он держится от греха, он крутой. Не тот человек, который поднимает 300 килограмм, но потом на утренний намаз не может вставать. Крутой тот человек, который поднимает свою постель, вот свой одеял. Вот это является на самом деле, то есть, самый крутой, самый сильный. Встает, и некоторые занимаются, к сожалению, мусульмане, целые могут 2-3 часа заниматься каждый день, а время для них нет, чтобы 5 минут в день Коран читать, нету времени. Хоть любая другая наука, которая о исламе говорит, для них нету времени. Это не круто. Это даже есть такие мусульмане, которые говорят, заниматься это сунна. Но пророк, саламу, в жизни никогда гантель не поднимал. Это же откуда сунна взялся такой? Ну, это просто ищут повод. Но пророк, саламу, как в Коране, говорит, да. Кумил лейля илля калилля. То есть, Всевышний Аллах говорит, выстаивай весь ночь, кроме малого из них. То есть, получи больше час ночи читай намаз. То есть, стой на намаз. Или половина ночи, или меньше половины. Но мы не то, что ночной намаз. Мы обычный намаз не можем 5 раз в день читать. Вот круто, кто должен быть? С точки зрения ислама, крутой человек не тот, кто будет заниматься там, не знаю, целый день, а потом 5-кратный намаз не может читать. Или ночной намаз не может читать. Если мы хотим, чтобы мы были действительно крутой, мы должны соблюдать то, что пророк, саламу, говорил, и мы должны заниматься этим. В другом хадисе пророк, саламу, говорит, Как пророк говорит, что в сутный день, когда, говорит, будет настолько трудно, Никакой, говорит, тень не будет, кроме тен Аллаха. И в тот день, говорит, будут 7 группа людей, находятся, 7 категорий людей находятся под тенью Аллаха. И один из них это является, говорит, молодой, вот именно крутой парень, я так буду назвать его, который он провел свою жизнь в поклонении. Это чтобы поклоняться, не обязательно, чтобы вот идти там в мечети, сидеть и читать постоянно намаз, или там постоянно Коран. Нет, об этом не говорится. Какое направление ты набрал, выбрал, его делай правильно. Ты должен знать, какой ты должен, имеешь право, чтобы не нарушать. Чтобы, раз ты на базаре сидишь, ты должен все эти правила, которые там находятся, чтобы ты соблюдал. Раз ты являешься имамом, ты должен соблюдать все эти правила. Если ты являешься там, на стройке работаешь, ты должен соблюдать все правила, которые есть. Иногда бывает там, кто-то обманывает, а я тоже буду обманывать. Почему меня обманули? Так не пойдет. Он обманул, будет отвечать. Ты не имеешь права обмануть. Вот это является, иншаллах, крутой парень. Дай Аллах нам, чтобы мы все были в этом мире самым крутым и праведным. И направили, кстати, это, чтобы крутой с точки зрения ислама. Чтобы мы смогли помогать друг другу. Тем более, вместе с Рамаданом все врата покаяния открыты. Все врата рая открыты. Итак, давайте будем все вместе быть, чтобы были мы крутыми перед Аллахом в этом мире и в Судни День. Салли Аллаху Таалу, аля хари халки Мухаммадин, аля алиху ассабь, ажмай.